Дорогие друзья, здравствуйте! У нас 14 июля на календаре. Вас приветствует Филипп Березин, главный редактор портала «Прианрум. Недвижимость за рубежом». Сегодня у нас необычный вебинар. Необычен он своим форматом. Чаще всего наши вебинары – это дискуссии. Сейчас мы решили не дискутировать, а так комплексно, сжато подать информацию, точнее ответы на вопросы, связанные с недвижимостью Кипра, связанные с инвестиционным гражданством, связанные с ценами на недвижимость на Кипре, связанные с конкретными предложениями. Вопросы к этому вебинару мы подбирали вместе с нашими коллегами, с нашими экспертами, с компанией «Доминика Групп». И я с удовольствием представляю в нашей студии импровизированной регионального менеджера компании Оксану Котляр. Оксана, здравствуйте! Давайте связь проверим для начала. Здравствуйте! Вы меня слышите? Да, слышим, ну а видим, я думаю, что и все наши зрители тоже видят. Как мы построим наше сегодняшнее общение? Мы подготовили вопросы, ну их около 25 плюс-минус, да, тут с дополнениями, наверное, получится чуть больше подсвоек. Вопросы многие могут показаться наивными и ответы на них очевидными, но мы их выдумали не из головы, это те вопросы, которые, собственно, наша аудитория и клиенты компании «Доминика Групп» Присылали. Соответственно, о них мы и будем, по этим вопросам мы и будем сегодня идти. Также вопросы в чате можно присылать, кому интересно, какие-то уточнения. Приятный сюрприз в самом конце, компания «Доминика Групп», но Оксана представит некое специальное предложение от компании. Финансовая выгода должна быть в том числе и у тех, кто досматривает вебинары до конца. Вот такой маленький бонус. Ну что ж, давайте начинать в двух словах. Оксана, давайте буквально о Кипре, я думаю, излишне рекламировать эту страну. Ну, наша аудитория, я думаю, прекрасно знает все нюансы, но, тем не менее, пара слов и несколько слов о вашей компании. Кто вы, чем занимаетесь, как давно работаете? Пожалуйста. Здравствуйте еще раз. В первую очередь хочу сказать спасибо, что вы присоединились к нам, спасибо за ваш интерес. Меня зовут Оксана Котляр, я представляю компанию «Доминика Групп». И, ну, расхваливать Кипр я не очень хочу, но сама здесь живу больше, почти 10 лет. И скажу только, что важно, что Кипр, на мой взгляд, справляется с пандемией, как никакая другая страна. Все страдают, но были приняты необходимые меры нашим правительством. И, самое главное, люди относятся с пониманием ко всем рекомендациям правительства. Если говорить об экономике, то также правительство быстро среагировало и выплатило до 60% заработной платы. И также погашение кредитов было отсрочено как для частных лиц, так и для компаний. Это очень важно на самом деле. О нашей компании могу сказать, что «Доминика Группа» идет в свою историю с 1961 года. И большинство наших проектов, конечно же, расположено в Папасе. Мы проектируем, строим, продаем недвижимость клиентам со всего мира. Большая часть наших клиентов находится из Западной Европы, приходит к нам из Западной Европы. Но также мы работаем с Азией, Россией и другими регионами. И важно сказать, что с 2011 года мы начали заниматься иммиграционными программами на Кипре. И успешно продаем новую недвижимость. Вот так вот. Ну что ж, отлично. Вы так сказали замечательно. Конечно же, мы продаем в Папасе. Будто это сам по-своему разумеющимся. Но чуть подробнее мы с вами потом поговорим о том, почему именно Папас и что именно вы предлагаете. Давайте теперь перейдем к первому нашему блоку вопросов, связанному все-таки с той частью, о которой вы сказали, вашей деятельности, о которой вы сказали в конце. То есть программы в ЛНЖ гражданство. Все-таки это... Кипр у многих ассоциируется в первую очередь даже не с недвижимостью, а с иммиграционными возможностями. Итак, давайте первый вопрос, который вот часто задают и на который хочется получить... Много ответов не бывает. Ваш послушать было бы очень интересно. Ваша практика все-таки сейчас, в текущих условиях, сколько времени занимает процесс получения паспорта Кипра по программе гражданства для инвестиций, за инвестицией? Ну и параллельно я буду включать нашу презентацию. Пожалуйста. По нашему опыту, инвестируя по паспортной программе Кипра, заявитель и супруга заявителя получают в первую очередь ВНЖ в течение пяти дней. И также дети и родители основного заявителя получают ВНЖ в течение двух-трех недель. Далее все заявители получают гражданство. В теории это шесть месяцев, на практике от шести до девяти месяцев после подачи заявления на ПМЖ. Если при подаче заявления полностью готов пакет, то, в общем-то, сам процесс не должен быть дольше шести-девяти месяцев. Ну, вот ваша практика последнего года, все-таки сроки удлинились или нет? В связи с тем, что ужесточились проверки, сроки удлинились, но, опять же, все зависит от пакета, и удлинились они от пакета собранного, да, документов, и удлинились они, ну, все-таки до девяти месяцев дольше не бывало пока. Следующий вопрос, как я уже сказал, ну, возможно, многим из наших зрителей ответы на эти вопросы очевидны, но вот их задают все равно, и, соответственно, ответ получить очень хотелось бы. Сколько времени нужно пробыть на Кипре до подачи заявки на паспорт по программе гражданства за инвестиции? Вопрос сформулирован именно так. Оксана. Это такое преимущество Кипра в сравнении с другими странами Европейского Союза и, в общем, по инвестиционным программам. На самом деле на Кипре не нужно находиться до подачи, во время или после подачи. Все это можно делать дистанционно, существует только одно важное правило. Нужно посетить Кипр в течение… один раз, всего однажды, для сдачи биометрических данных в течение года после подтверждения гражданства, да, то есть подтверждения заявления о гражданстве. И на самом деле Кипрская программа достаточно лояльная, здесь от вас не требуется сдача экзаменов, знания истории, языка, и никаких дополнительных требований нет. То есть, давайте еще разочек, вот есть официальное одобрение и есть получение паспорта. Вот в промежутке между ними человек приезжает и сдает вот ту самую биометрию, удаленно это сделать неизвестно. Да, нужно приехать и сдать биометрические данные либо в момент подтверждения заявления, либо в момент получения самого паспорта, либо в промежутке между этими двумя датами. Сейчас уже рассматривается вариант издачи биометрических данных в консульствах, да, в странах, но это пока на стадии рассмотрения. Вернусь вот к кадру, который вы представили. Вот этот взнос в два государственных фонда, вроде никаких сенсаций особых тут нет, 150 тысяч евро, но все-таки у вашей компании уже есть опыт, как и в какое время эта сумма выплачивается. 150 тысяч евро, но этот благотворительный взнос, назовем это так, подарок, который, насколько я понимаю, с прошлого года киприоты захотели себе получать. Да, это достаточно новое условие на Кипре для иммиграционной программы для получения гражданства. Конечно же, у нас уже были случаи, все в порядке, этот взнос не представляет никакой проблемы. Его выплата совершается в период после, опять же, подтверждения заявления о гражданстве, но до получения самой бумажки, то есть самого паспорта. Ну, то есть процедура совершенно проста. Процедура проста, с ней никаких, в общем-то, ни вопросов, ни проблем не возникало, да, и все прекрасно происходит. Окей. Дальше с нескольких вопросов поступило, связанных с тем, кто получает, кто, который не может получить вид на жительство или паспорт. Первый вопрос по приемным детям. Насколько сложно приемные дети получают ли вид на жительство и паспорт? Приемные, усыновленные дети. В общем-то, у нас был такой случай, и я вам так скажу, что усыновленные дети, как и родные, имеют такие же права на получение как ВНЖ постоянного, так и гражданства. Единственная разница, что для постоянного вида на жительство разрешен возраст детей, усыновленных, родных до 25 лет. И, ну, конечно же, требуются официальные документы, подтверждающие усыновление, да, ребенка. При этом на постоянный ВНЖ семья подает документы, заявления совместно, одновременно. Для программы гражданства немножко другие правила. И усыновленные дети, и родные могут получить гражданство при условии, что им до 28 лет. Также заявление подается поэтапно. Вначале подается заявление главным заявителем и супругой, и далее следует заявление родителей заявителя, детей заявителя, уже после получения гражданства самим заявителем. Еще один вопрос, ну, опять же, он такой, видимо, от человека, который не читал никаких материалов, но давайте все равно ответим. Вот он одинокий, без детей, ну, сирота, какого другого члена семьи он может с собой взять, чтобы воспользоваться преимуществами программы? Ну, тут перечисление, что есть сестра, вот, ну, и так далее. Ну, можно кратко ответить, можно чуть более подробно все-таки. Да, на самом деле правила получения гражданства очень просты и ВНЖ. По правилам получить гражданство могут только родственники, то есть родители заявителя, родители супруги заявителя и дети. Ни братья, ни сестры, ни тети, ни дяди, к сожалению, не имеют такого права и привилегии. Окей, вопрос, я, кстати, хочу сказать, что на вопросы в чате мы тоже ответим, у нас будет целый блок, посвященный вопросам, связанным с арендой, и вот там вопросы уже появились, я думаю, что, ну, возможно, мои коллеги сейчас удаленно в чате, или коллеги Оксаны ответят на этот вопрос. Ну, про аренду и про все арендные истории мы, безусловно, поговорим. Дальше. Вот история с дистанционной подачей заявления на получение ВНЖ и гражданства. То есть вы сказали, один раз побывать надо, но побывать надо на Кипре в тот момент, когда ты уже, ну, одобрение получил. Это означает, что дистанционно подать заявление на получение ВНЖ и гражданства, не выезжая, ну, скажем, из России или Украины, коль скоро сейчас это невозможно, вполне реально. В нашей компании полностью организована дистанционная подача заявлений на обе программы, в общем-то, и постоянного вида на жительство, и гражданство. Это все совершается по доверенности. Нужно, опять же, нужно посетить Кипр только раз, да, для подачи, сдачи биометрических данных. Все остальное, сбор документов, выбор объекта делается дистанционно. При этом у инвестора есть право поменять выбранный проект, выбранный объект уже при посещении места Кипра, да, то есть если дистанционно человек выбрал, а потом приехал, у него есть право один раз поменять объект недвижимости на любой другой. Это условия работы вашей компании, то есть как бы если заочно человек выбрал, ну, потому что мы говорим о программах, подразумевая, что основанием для получения, ну, ВНЖ или гражданства является покупка недвижимости, то есть в вашем случае можно приехать, посмотреть, решил что-то поменять, пожалуйста, поменяйте. Да, все правильно, правильно. Так что, да, можно подать дистанционно, у нас мы сотрудничаем с профессиональными юристами, со всеми необходимыми службами, которые нужны для сбора, подачи и успешного прохождения процедуры, поэтому никаких проблем не может возникнуть, в общем-то. Дальше. То, о чем вы говорили и то, что требует определенной расшифровки, как решается вопрос с источником средств, то есть, как я понимаю, вы сказали, проверки ужесточились, да и мы сами это слышим, более того и пишем, да, но поскольку, ну, люди, которые уже непосредственно находятся в процессе, они не слишком разговорчивы, да, и они не слишком охотно делятся информацией, И риэлторы говорят об ужесточении проверок, но вот по вашему опыту, что можете рассказать, как сейчас проверяют, что проверяют, с чем вы лично сталкивались в таком случае? На самом деле, это один из самых горячих вопросов на данный момент. Да, с прошлого года программа потерпела некоторые изменения, в основном это было ужесточение проверки происхождения средств, источника средств, и если раньше такова процедура производилась в 2-3 этапа, то сейчас этапов намного больше, до 6. Первое, что проверяют банки, в любом случае, это отсутствие судимости, а второе, происхождение средств. При этом, данным сейчас уже созданы специальные конторы, так сказать, комитеты по контролю источника средств происхождения. Далее, что важно, заявления, сами заявления на получение иммиграционных услуг могут предоставляться только лицензированными посовщиками услуг. То есть не все компании могут заниматься программами ВНЖ и гражданства. В общем-то, важно то, что на самом деле не существует на Кипре пока такого закона, который бы мог отобрать гражданство. И имена граждан, которые получили паспорт, также не разглашаются, что очень важно. В общем-то, есть ужесточение, но это не влияет на процесс, и все равно у нас есть клиенты, и все равно люди ищут место второе, запасное. И Кипр, мне кажется, это отличный вариант для такого. Окей. Давайте о программе гражданства. Ну, говорят часто, и в применении Кипра в первую очередь. То есть Кипр – программа гражданства. Но программа ПМЖ и программа ВНЖ на Кипре тоже есть, и, может быть, чуть больше уделим внимание ей, тем более, что вопросы по этих программам у нас получается даже больше. Давайте в двух словах начнем с того, чем отличаются программы постоянного проживания, да, как это работает и чем они отличаются от программ гражданства. Какие базовые параметры у этой программы есть? Пожалуйста. Главное отличие, в общем-то, программы постоянного ВНЖ Кипра – это то, что сама карта вида на жительство выдается навсегда, то есть она постоянная. Раз получив ее, вам не нужно будет уже никогда собирать документы, пакеты документов, продлять и, в общем-то, заботиться об этом. Важно то, что вы также имеете право на открытие собственной компании, и у вас есть доступ к 27 странам Европейского Союза, то есть у вас есть 27 возможностей продавать свой бизнес. Из минусов по сравнению с гражданством и ПМЖ можем определить то, что при карте ВНЖ, постоянной карте ВНЖ, у вас нет права работать, то есть наемным работником становиться, и у вас нет выборного права. Ну, это можно поменять, это меняется в то время, когда вы приобретаете ПМЖ через несколько лет после ВНЖ. Смотрите, значит, у нас есть, как мы говорим, в связи с мыслями программами проживания, есть стандартная история и есть процедура фаст-трак. Несколько слов давайте об этом. Начнем именно с программы фаст-трак. Ну, тут просто целая серия вопросов. На каждой отдельности отвечать, я думаю, бессмысленно. Проще, чтобы вы целиком рассказали о базовых условиях. Пожалуйста. Да, существует две программы постоянного ВНЖ для Кипра. Это ускоренная и стандартная. Они отличаются тем, что по ускоренной программе вам выдается карта через два месяца уже, а по стандартной через два года. Различия разные. При этом вы можете, вы имеете право находиться, жить на Кипре с момента подачи заявления по обеим программам, и по ускоренной, и по стандартной. То есть, еще разочек, давайте еще раз уточним. Если я подаю заявление по стандартной программе, я подал заявление, ему будут рассматривать два года, но эти два года на Кипре я находиться имею право. Да, вы можете жить на Кипре, но не имеете права открыть компанию. Понятно. Окей, переживем. По условиям тоже немножко отличается. Для ускоренной программы это минимальная покупка недвижимости должна составлять 300 тысяч евро. Также нужен депозит в кипрский банк на 30 тысяч евро, который, в общем-то, возвращается через три года. И справка об отсутствии судимости. Для стандартной процедуры сумма намного меньше, от 120 тысяч евро недвижимость должна быть. И справка об отсутствии судимости также, конечно же, обязательно. Значит, еще разочек, 30 тысяч я просто кладу, это просто, ну, именно в кипрский банк я должен положить, и эти деньги нам будут храняться, храниться через три года. Я имею право их вынуть. Ну, а 30 тысяч, они не увеличиваются, не уменьшаются, просто эта сумма лежит, и все. Да, все правильно, 30 тысяч никуда не деваются, это как гарантия, вы их можете спокойно забрать через три года. В общем-то, в общем-то, да. С этим проблем никогда не возникало, это такое просто условие кипрской программы, да. Окей. С этими программами, о которых мы сейчас говорим, программы ПМЖ, какие обязательства по нахождению на Кипре? По нахождению. Как только вы получите карту ВНЖ, с этого момента вы должны посещать Кипр как минимум однажды в два года. То есть каждые два года вы должны посещать Кипр. На любой период времени вы можете приехать в аэропорт, вы можете жить, находиться на Кипре, то есть от вас зависит. Угу. Окей. Вот были вопросы, но они как раз поступали, насколько я понимаю, к вам. Нам таких вопросов не задавали, но тем не менее, вам задают. Через программу постоянного проживания, как в дальнейшем можно получить паспорт Кипра? И не является ли эта схема, ну, в известном смысле, более выгодной, потому что все-таки гражданство – это два миллиона с лишним, а суммы за ВНЖ и за фасттрак все-таки намного меньше. Как эта схема работает? Да, возможно, возможно, но, конечно же, для этого потребуется намного больше времени для получения… то есть после получения ВНЖ существует два варианта. Первый вариант – это получение ПМЖ через пять лет, то есть у вас появляется право работать. И некоторые другие преимущества, которые вы можете увидеть на слайде, в общем-то, появляются у вас. Со вторым вариантом ПМЖ может быть поменяно на гражданство еще через два года, то есть в совокупности через семь лет после получения ВНЖ вы можете подавать заявление на гражданство и становиться гражданином Кипра успешно. Уточнение, вот вы говорили, что классическая программа гражданства, она не подразумевает там знание языка или чего-то еще. В данном случае какие есть возможности? В данном случае, в любом случае, даже по пути натурализации для получения гражданства Кипр не выставляет высокие требования для заявителей, можно сказать. Но все же вы должны понимать, что путем натурализации процесс более, так сказать, трудоемкий, долгосрочный, он занимает, может, больше времени, да, само подтверждение заявления, чем инвестиция и получение паспорта через шесть месяцев. Ну, это все возможные варианты, конечно же. 300 тысяч, вот, кстати, вопрос по фасттрапу. Должен стоить один объект или можно купить две квартиры для себя или под аренду? Так как 300 тысяч – это условие программы постоянного ВНЖ, это должна быть одна недвижимость, жилая недвижимость человека, которая покупает. Одна. Окей. Ну и вот я вижу тоже на слайде то, что вы сказали, что фасттрак, смена, то есть получение гражданства, оно в дальнейшем может быть получено только если ты довольно много все-таки находился на Кипре. Да, да, есть условия, некие моменты, то есть нужно, например, для получения гражданства путем натурализации, вот таким, как я описала ранее, нужно доказать, да, предоставить документы о том, что вы находились год, в течение года до подачи заявления на гражданство на Кипре непосредственно, да, то есть есть некоторые моменты, они несущественные, но да. Окей, ну, важно учитывать. Окей, давайте вот следующий блок вопросов, которые поступили, это, конечно, о деньгах. Деньги интересны всем, про дополнительные расходы. Так, дополнительные расходы по одной программе и по другой программе, какая примерно возможность, как бы вы оценили эти суммы, вот если мы говорим о программе постоянного проживания, пожалуйста. Да, да, наш опыт показывает, что, на самом деле, дополнительные расходы у клиентов возникают в основном на юридическое, конечно, сопровождение, на адвоката и дополнительно установленные суммы на, за госпошлину, за гербовый сбор. Для программы, давайте я вначале скажу, для программы постоянного проживания, то есть ВНЖ, это ориентировочно, дополнительные расходы ориентировочно могут влиться в сумму 5-10 тысяч, в зависимости, опять же, от ваших документов, от сложности, да, по программе гражданства это может быть от 40, от 30 до 50 тысяч, опять же, в зависимости от того, какое количество заявителей и других моментов некоторых. Окей, давайте по графику выплат, тоже есть такие вопросы, в какой очередности, когда надо все выплачивать? Так, вот, как вы видите на слайде, для программы постоянного проживания, для подачи заявления на ВНЖ, нужно оплатить сумму 210 тысяч евро и положить депозит в Кипрский банк на сумму 30 тысяч евро. И затем, после уже подачи, нужно выплачивать остаток суммы, можно его выплачивать частями, можно полностью, в общем-то, это уже клиент договаривается с застройщиком. И для программы гражданства установлено и неизменимо правило о том, что деньги должны быть выплачены, вся сумма, то есть 2 миллиона, должна быть выслана из-за рубежа на банковский счет Кипра до подачи заявления, до подачи заявления на гражданство. И уже, как я вам до этого рассказала, благотворительный взнос в государственные фонды выплачивается после подтверждения, не раньше, а после подтверждения гражданства. Так, давайте переходим тогда к следующему вопросу. Вот цифра, о которой многие забывают, а потом, когда вспоминают, хватаются за голову, это история с НДС при покупке недвижимости. Ну, базовая цифра, это 19% на Кипре. Если ты покупаешь объект за 2 миллиона с лишним, цифры получаются весьма и весьма существенные. Вот вопрос, и он к нам, опять же, перед вебинаром тоже пришел. НДС все-таки 5% или 19%? Вспомнили, то есть слышали где-то, что 5%, но не совсем разобрались. Давайте поможем разобраться, что такое 5%, в каком случае оплачиваются они? Да, в общем-то, Кипр достаточно привлекательная страна, одна из наиболее привлекательных стран с точки зрения налогов. Насчет НДС на недвижимость. Стандартная сумма НДС, стандартный НДС составляет 19%, но он может быть уменьшен до 5%. Если покупка, если сама недвижимость является резиденцией покупателя, то есть он собирается там жить. Также вторым условием является то, что это первый купленный проект, купленный объект покупателя. То есть если у вас уже есть резиденция, хорошо, но за 10 лет последний вы не должны были покупать, вернее, это должна быть первая покупка за последние 10 лет. Тогда тоже у вас будет 5% НДС. И третье условие – это сам процент, 5%, распространяется только на первые 200 квадратных метров объекта, то есть дома, недвижимости, которую вы приобретаете. А далее распространяется 19% НДС. Ну, не знаю, частный вопрос, а предположим, вы покупаете дом в 200, там, условно, рядом, в 150 квадратах, которые находятся на участке в 1000 квадратах. Да, значит, 5% НДС будет прилагаться только к 150 квадратным метрам дома. Вот смотрите, вопрос от Вадима, давайте еще раз попытаемся сформулировать. Употребили термины ВНЖ и ПМЖ, разница, которую мы пока не объяснили. Если фаст трак – это ВНЖ или ПМЖ, и если ВНЖ выдается пожизненно, то ведь это, по сути, уже ПМЖ. Давайте об этом несколько слов все-таки скажем. Итак, ВНЖ или ПМЖ? На Кипре существует такое разделение. Мы это называем, и это называется постоянный ВНЖ, так как он выдается на постоянную основу, навсегда. Если в других странах ВНЖ вы получаете, и нужно его продлять каждый год, то здесь его продлять не нужно, если вы участвуете в иммиграционной программе. ПМЖ дает право работать, то есть дает право становиться наемным работником. Вот такое вот отличие. То есть, условно говоря, ВНЖ, это все равно, его продлевать тоже не нужно, и в этом смысле он, ну, можно его назвать ПМЖ, но вот этот классический ВНЖ, он не дает право на работу. Да, но дает право на создание бизнеса. Окей. А вы, может быть, только говорили. А ПМЖ – это, по сути, тот же самый ВНЖ, но с правом на работу в данном случае. Да, все правильно, все правильно. Окей. Да, это все четко. Окей. Так, давайте теперь идем дальше. Мы с вами поговорили, на список вопросов нас ведут большой-большой-большой. По программам по недвижимости поговорили. Вот, следующий вопрос, который здесь есть. Как вас требовать обратно НДС за инвестиции? И вот этот вопрос именно от вашей компании и решение здесь ваше. В двух словах, пожалуйста, об этом. Да, да, на Кипре существует такое большое преимущество возврата НДС за инвестиции. То есть это возможно по программе получения гражданства. Как видите на экране, условия просты. Нужно превратить инвестицию в бизнес. Инвестор становится владельцем бизнеса. И далее в течение трех-пяти лет наша компания управляет вашей недвижимостью и выплачивает вам прибыль. Да? Возврат. Как это действует на практике, я вам в двух словах тоже расскажу. То есть после подписания контракта о покупке недвижимости, мы подписываем контракт с инвестором об управлении его недвижимостью. Сразу добавлю, что открытие компании на Кипре – это несложная процедура. Это, я бы сказала, стандартная процедура. И никаких проблем никогда не возникает с этим. И далее наша компания управляет вашей недвижимостью, выплачивает вам прибыль, и вы даже не беспокоитесь ни о чем. Значит, еще разочек. Когда вы говорите о том, что нужно стать владельцем бизнеса, это означает, что та недвижимость, которую вы покупаете, она становится… Ну, она начинает сдаваться в аренду, и вы должны открыть некую организацию, компанию. Да. Должна быть открыта компания на имя инвестора. То есть инвестор должен, заявитель должен быть владельцем этого бизнеса, с которым мы подписываем контракт на управление его недвижимости. Окей. Тогда давайте пару уточняющих еще вопросов. Ну, первый вопрос, он прозвучал от нашего зрителя, и он был у нас. Все равно всегда его задают, кредит для участия в программе получения кипрского гражданства. Возможен или нет? В общем-то, возможен. Но, опять же, существуют моменты такие, что для получения кипрского гражданства необходимо совершить, необходимо выслать всю сумму в 2 миллиона из-за рубежа на Кипр до подачи заявления. А далее можно взять уже кредит на Кипре, на эту недвижимость, то есть на фактический объект недвижимости. Обычно банки выдают, то есть предлагают 50-60% от фактической стоимости недвижимости. А про проценты скажете? На каких условиях сейчас может процент получать? Для иностранцев сейчас скажете или уточним потом? Я думаю, да, что эти моменты, их нужно более детально описать, и я думаю, мы обязательно возвратимся к ним. Ну, если не готовы, ладно, давайте так, мы обещаем, что к моменту публикации материала какие-то цифры конкретные найдете. Скажете, окей, давайте тогда такой вопрос у нас есть еще разочек все-таки про кредит. Значит, чтобы было понимание, потому что очень многие, я боюсь, из наших зрителей, когда вы сказали про кредит, услышали «да». То есть люди купили недвижимость за свои деньги. Я правильно понимаю? То есть я перевел там, ну, слава говоря, покупаю недвижимость там за 2 миллиона евро, я перевожу эту сумму. Собственно, это и есть инвестиция, как Регина справедливо замечает. А кредит я потом уже могу взять, договорившись с банком, ну, коль мне нужно будет где-то деньги перехватить. Но, как я понимаю, так мало кто делает. Да, да, вы все правильно сказали. То есть деньги должны быть переведены до подачи заявления. А далее можно, конечно, взять на Кипре кредит для погашения, может быть, вашего кредита дома, вот, в другой стране. Окей, окей. Такой вопрос еще есть, но он, видимо, уже не имеет отношения к программам ВНЖ и гражданства по поводу оплаты в рассрочку и рассрочек на Кипре. Буквально в двух словах давайте об этом. Как эта штука работает? Пожалуйста. Да, вот все наши клиенты, в общем-то, должны понимать, что у нас существует такая себе безопасная система оплаты. Создается банковский счет на имя, подписанный двумя сторонами. Стороной, то есть заявителя, инвестора и нашей стороной, на котором лежит сумма, да, то есть 2 миллиона. И далее с этого счета снимаются выплаты частями по ходу строительства, либо так, как мы договоримся, либо так, как договорится застройщик с самим заявителем, да, с инвестором. И по программе ВНЖ тоже, возможно, оплата в рассрочку, опять же, по договоренности. Следующий момент. Давайте теперь несколько слов уже в завершающей части нашего вебинара поговорим о арендных возможностях и о том, какие предложения вы делаете. Вы сказали, что вы строите на пафосе. Давайте несколько слов еще разочек вернемся к вам и к вашей компании. Вот то, что вы сказали про гарантированный доход, гарантированная прибыль за 5 лет. Несколько слов об этом. Как это работает и на какие суммы, на какие выплаты может рассчитывать покупатель? Вот, да, хорошо. Как я вам уже рассказала, мы предлагаем две программы миграционные. По программе постоянного ВНЖ возврата нет. По второй программе гражданства вы можете, конечно же, получить прибыль за управление вашей недвижимостью, да, за сдачу вашей недвижимости. А недвижимость по инвестиционной программе гражданства может быть продана через 5 лет. По поводу управления у нас существует такое преимущество от нашей компании, как гарантированная прибыль. Что это значит? Это значит, что наша компания выплачивает прибыль, оговоренный процент, выплачивает прибыль при подписании контракта. То есть до, не в конце 5 лет, а до 5 лет, до того, как начнет сдавать в краткосрочную аренду. А каков размер, на что здесь можно рассчитывать и что позволяет вам вообще такую программу гарантированного дохода предлагать? Какие там цифры получаются? В связи с тем, что наша компания состоит из 7 компаний, мы владеем отелями, и мы уже давно занимаемся этим бизнесом, давно управляем недвижимостью, знаем, как это делать. Мы самопинансируемая компания. В связи с этим мы вот такой предоставляем, так сказать, бонус нашим инвесторам. При этом процент доходности от инвестиций, конечно же, зависит от многих факторов, от того, где находится объект. Вот, в общем-то, от некоторых моментов. Но в среднем это процент от 3 до 6 доходности, годовой доходности. Окей, поступил вопрос. Мы на все постараемся ответить, но просто сейчас один из последних, который вижу, требование к форме оплате сделки. Ну, я давно уже не помню, что в чемоданах везли наличкой, но какие-то формы только без нал или что-то все-таки можно какие-то там начальные первые взносы оплатить наличными, как это происходит? В общем-то, стандартно ныне считается, что самый безопасный вид перевода денег и перевоза денег – это, конечно же, международные переводы. Но я бы сказала, это зависит от суммы. Это зависит от суммы, и можно, это уже, я думаю, обговаривать нужно конкретно с... Не будем вслух на аудиторию заявлять некорректные вещи. Я думаю, что в частном порядке можно обратиться, обсудить этот вопрос будет с вами. Просто вопрос из трансляции из Фейсбука у нас сейчас появился. Так, давайте смотреть дальше по вашим объектам. Насколько я понимаю, ну, несколько слов о компании. Вы рассказали, что у вас больше 450 проектов, и что вы целый холдинг, да, если я правильно понял? Да, да, мы занимаемся и строительством. Вот как вы видите, да, представлены логотипы наших компаний. Это четыре отеля в Айанапе, Пафосе, строительная компания, компания по управлению, по управлению, аренде, недвижимости и отелями. Также у нас наша гордость – это то, что наше предприятие, ну, на самом деле, одно из немногих на Кипре самофинансируемое в связи с тем, что у нас такая вот достаточно обширная история. Ранее мы занимались и государственными проектами, и коммерческими, и жилыми. Ныне более жилыми, да, в данный момент мы более занимаемся жилыми объектами. В общем-то… То есть, самофинансирование вы имеете в виду, что вы строите не на заемные средства, да? Да. Окей. Значит, ну, вы уже сказали про Пафос, да, то есть, как бы, основное ваше строительство, ну, я так понимаю, все-таки, судя по этой карте, речь идет не только о самом городе, а скорее о городе и окрестностях, потому что, ну, сам Пафос не настолько велик, что такое количество проектов в нем можно было разместить. Да, как вы видите, наши объекты расположены в самых различных локациях туристических для инвестиций, да, для создания краткосрочного бизнеса и жилых, более спокойных районах возле моря, в горах, в жилых районах школьных. В общем-то, для любого человека, для любого инвестора мы сможем подобрать и по бюджету объекты, и по сути предпочтения. Окей. Давайте смотреть на конкретный пример. Это вариант, насколько я понимаю, он под инвестицией или под… ну, или вы его рассматриваете, скорее представляете, как вариант под ВНЖ гражданства? Да, вот это проект под ВНЖ, это один из наших флагманских проектов, он расположен на площади около 35 тысяч квадратных метров, все объекты уже завершены. Это виллы двух… двухпятиспальные виллы, но на данном слайде показаны двухспальные виллы. В общем-то, цены очень приемлемы и подъемные для семьи. Да, вот второй слайд уже показывает, опять же, проект Miss OE Residence, но трехкомнатные виллы. В этом районе, в общем-то, школы находятся в буквально четырех минутах езды, супермаркеты, заправки. В общем, очень семейный район, при этом район не в центре, но в десяти минутах от моря расположен. То есть очень хорошая блесняка. Я понимаю, что у нас карта не очень большая, но тем не менее, вот если здесь смотреть, какой-нибудь ориентир можете задать, где находится, ну, для тех, кто знает пафос, я думаю, что они поймут. Те, кто не знают, например, примерно себе представят. Вот объекты, о которых вы сейчас говорите, где находятся? Объекты, о которых мы сейчас говорим, если вы увидите центр, да, вот расположение, центр сопрения дорог пафоса, то на северо-востоке, то есть от моря, ну, буквально, вот я же говорю, 10 минут от моря находится проект Miss OE Residence. Не в центре, а немного дальше. Окей, значит, вот это вот второй вариант, третий, вот четырех-пятикомнатные виллы, и это… Да, и последний, я не рассказала Miss OE Residence, если бы вы могли бы возвратиться, опять же, четырех-пятикомнатные виллы, да, и, как вы видите, в этом проекте… Это уже по фаст-трак, вот, условно говоря, покупая одну такую виллу, я могу претендовать на получение PMG по программе фаст-трак. Да, все правильно. Окей. Вот, дальше это уже другой проект ваш. Да, еще один проект. В самом пафосе, то есть не в самом городе. Этот проект находится, он площадью 85 тысяч квадратных метров, которую мы разрабатывали самостоятельно, с нуля, инфраструктуру, дорожную систему, жилые и зеленые зоны. Он находится возле… в 500 метрах от моря и в двух километрах от центра пафоса, то есть в легкой доступности, можно сказать. Виллы трех-четырех комнат, как вы видите, близко к пляжу, ну и, в общем-то, элегантные современные дома с… Объекты контрольные, вы сказали? Извините? Объекты построены, вы сказали? Да, да. Первый проект Миссуи Резиденс полностью построен. Доминика Видноморио, построены не все виллы, а 75% вилл построено. Окей. Так, ну это… А, следующий проект ваш. Да, и более дорогостоящий проект – это виллы Лофас Хайтс, находятся на Пафас Хиллз. Это большие виллы, как вы видите, для больших семей, для тех, кто любит роскошь и просторные помещения, прекрасные удобства в жизни и в целом. Уникальный проект. Вы видите, насколько красиво все придумано, спроектировано. Расположение виллы находится на холме, то есть с виллы открывается прекрасный панорамный вид и на горы, и на закат на море. При этом я хочу добавить, что Пафас – это единственная область на острове, откуда мы можем видеть закат, да, морской закат. Это правда, да. В этом смысле Пафаса… Это преимущество Пафаса ничем на Кифре не кроется. Окей. Теперь давайте поговорим про арендную, да, как я понимаю, историю, и про покупку нескольких объектов. Коли, у вас такие предложения тоже есть. Ну вот, как вы видите, как вы увидели для программы получения гражданства, на самом деле за последние три года выросла, вырос и рост, то есть и арендная плата выросла, и прирост капитала тоже увеличился, поэтому на самом деле инвестировать выгодно. И важно то, что вы получаете в виде прибыли, вы получаете не только деньги, но и само качество жизни, природу, походу, которые очень ценятся, на самом деле. Ну вот этот вот пример, который вы сейчас тоже приводите, насколько я понимаю, вы его изначально, ну, когда мы с вами общались, заявляли как проект даже под гражданство. В двух словах, поясните, о чем здесь речь, учитывая, что базовая стоимость апартаментов, ну, относительно невелика. Да, да, как видите, это, мы называем это жемчужиной нашего, нашей компании. Проект находится в туристической зоне. Это фантастический комплекс будет, и, как видите, со всеми удобствами. Отель хорошо спроектирован. Здесь включены и фитнес-зал, и бассейн общий, и крытые-открытые бары, террасы, и сады на крыше, и также зеленые зоны перед самим отелем. Квартиры однокомнатные и двухкомнатные, но для пакета гражданства вы можете, мы можем вам подобрать определенное количество квартир на сумму инвестиции, и дополнительно вы можете приобрести саму резиденцию, либо в этом же проекте на верхнем этаже пентхаус, либо отдельную виллу, в общем-то, по вашему желанию. Ну, то есть, условно говоря, это вот тот как раз пример под комплексное решение, когда ты покупаешь, ну, условно говоря, 5, 6, 7, 10, если средства позволяют, номеров, плюс пентхаус, условно говоря, для себя. Ну, то, что стоит, условно говоря, 500+, соответственно, это вот то, что ты должен оставлять за собой по-любому. И все остальное вы берете себе в управление. Да, на самом деле этот объект находится в пяти минутах ходьбы от моря, и может называться курортом, да, и прекрасен для как раз-таки инвестиции. Мы будем управлять вашей недвижимостью, вы будете получать хорошую прибыль. Да, это инвестиционный прекрасный проект. Окей. Ну, здесь уже совсем другая цена. Трехкомнатные апартаменты за миллион с лишним, я правильно понял? Да, особенность этого проекта в том, этой недвижимости, да, в том, что само здание находится буквально в 30 метрах от моря, в самом центре туристического района, со всеми удобствами, с обслуживаемыми помещениями, и вблизи находится центр Пафоса, археологические места археологических раскопок, гавань Пафоса и замок Пафоса. В общем-то, это идеальное место и для отдыха, и, конечно же, для инвестиций. Опять же, центр. Так, а вот, соответственно, вот этот объект вы гарантируете, тоже с гарантированной арендой его предлагаете? Да, у нас есть проекты под ВНЖ и для получения гражданства. Все проекты для получения гражданства, на них здесь вот это правило гарантированное доходы, то есть гарантированной прибыли. Окей. Ну, и это уже совсем такие вкусняшечки. Да, это последний проект, который я хотела бы вам сегодня показать. Называется он Дивина Маре. Самое перспективное место и в Пафосе, и, можно сказать, на Кипре. И, к сожалению, также самое дорогое. Как вы видите, сумма самих вилл высока, это 2,5 миллиона, то есть инвестиции – это вилла. Но нам повезло, нам повезло получить вот этот последний участок земли, который прилегает к новой пристани, Марина, под названием Марина, которая будет построена и будет размещать тысячу яхт. Будет самая крупная на Кипре, в общем-то. И, конечно же, виллы дорогие, но я вас уверяю, что когда пристань будет построена, то в этом районе невозможно будет найти даже квартиры по такой цене, и цены взлетят очень сильно. Окей. Ну, у нас осталось, на самом деле, два момента, которые… У меня осталось еще пара вопросов, но перед этим давайте, собственно, то, о чем мы заявляли в самом начале. Ваше предложение и для участников вебинара, и для тех, кто прочтет нашу… Ну, отчет о нашем вебинаре, и чуть позже, пожалуйста, предложение от компании «Доминика Групп». Для вас, для сегодняшнего семинара и всех участников у нас есть специальное предложение, состоящее из, как видите, четырех готовых проектов по специальной цене, и не только с 20-ти процентной скидкой, но и также пакет мебели включен, поэтому… Ну, то есть обращайтесь к вам, и до 31 июля 20-ти процентная скидка. Я думаю, что контакты компании сейчас самое время показать. Вдруг кто-то прямо сейчас заинтересуется, хотя, возможно, над таким предложением нужно еще и подумать. Пожалуйста, в чате, я думаю, сейчас компании опубликуем, а мы тогда перейдем, давайте, к двум завершающим вопросам, которые не имеют отношения… То есть о которых надо, ну, как бы сказать так правильно, которые не имеют однозначно там правильного ответа, вроде как условий программы гражданства, но которые интересуют всех максимально, да. Первый вопрос такой. Все-таки, ваше ощущение, можно ли ожидать снижения цены на программу гражданства в связи с последними событиями в мире, в связи с тем, что деньги сейчас все больше и больше нужны будут всем, в том числе и государству. Ваше ощущение? На самом деле мы видим, что ситуация с пандемией показала, что границы могут быть закрыты, мы можем быть изолированы и не по собственному желанию, поэтому наличие второго гражданства или второго, так сказать, плана B дает возможность выбора. На самом деле многие россияны, имеющие гражданство или ВНЖ Кипра, находились на Кипре, именно на Кипре во время карантина, и цены на недвижимость в общем пафосе растут медленно по сравнению с лимассолом. Но если мы говорим именно про гражданство, то есть верите ли вы, что цена будет не 2 миллиона, скажем, а полтора сделает государство, только чтобы людей привлечь? Или вы думаете, что это вряд ли произойдет? В любом случае цены не вырастут, программа будет существовать, и она и на данный момент, и мы верим и видим, что и в будущем будет популярна в связи с, в общем-то, геолокацией острова, в связи с климатом, ну и условиями прекрасными. Окей, ну и тогда совсем такой вопрос, вы частично на него, конечно, сейчас уже ответили, но тем не менее, вот в прошлом году, когда Киприоты объявили об ужесточении программы, многие бросились покупать, чтобы, во-первых, успеть нас по старым условиям приобрести, недвижимость и гражданство, а во-вторых, ну все-таки было такое опасение, а вдруг вообще возьмут да закроют. Вот вы, ну как сказать, какой здесь глагол лучше подобрать? Вы верите, что не закроют, или вы знаете, что не закроют? Или как изменить? Конечно, конечно, все может в мире произойти, но мы уверены, что программа будет существовать. По правилам Кипра, как только заявитель подал заявление и процесс начался, дальнейшие изменения в законодательстве не могут остановить сам процесс или повлиять на него, даже если закон был изменен на следующий день после подачи заявления. То есть подача заявления, ну не, не, о подаче заявления можно, в общем-то, не волноваться. Мы уверены, что программа будет существовать, но мы не можем гарантировать, конечно, отсутствие каких-либо изменений, усложнений программы. Ну понятно. Об этом можно не волноваться, я думаю. Окей, ну что ж, вот благодарю, во-первых, я всех зрителей, которые приняли участие и активно говорили в чате, отдельная благодарность Регине, вот я вижу, активный наш зритель была, и видно, что профессионал рынка. Действительно, хочу обратить внимание, если сейчас будет возможность немножечко себя прорекламирую, буквально одну секундочку. Несколько дней назад написал колонку на Прианру, собственно подтверждающую те слова, что действительно в реальности, в настоящий момент цены очень мало где снизились в мире на недвижимость, ну там с момента начала пандемии. Объективно говоря, за 2-3 месяца цены и не снижаются, как правило, уж таких совсем падений не бывает. И, безусловно, ну если ссылочку на этот материал можно будет в чате сейчас сделать, да, вот она появилась, собственно, объясняем, почему ждать каких-то сверх безумных скидок сейчас просто некорректно. Неизвестно, действительно, правильно Оксана сказала, неизвестно, что может быть. Там одни эксперты говорят о второй волне, я боюсь, те же самые эксперты 2 месяца назад говорили, что вообще никакой, никаких проблем-то и не существует, но тем не менее. И, соответственно, к этому надо быть готовым. Но ключевой момент, о котором Оксана тоже правильно сейчас сказала, если вы переживаете, что программу в любой момент могут закрыть, ну тогда давайте действовать таким образом, что вот подаем заявление, начинаем процесс, ну а дальше, как тоже Оксана сказала, в принципе, он все равно будет растянут на некоторое время, минимум на 6-9 месяцев. Еще раз я хочу показать вот это предложение, которое сейчас действует. Подробнее в течение ближайших дней выйдет материал на прианруб. Мы об этом расскажем. И, соответственно, до конца июля, пожалуйста, контакты компании, я думаю, еще разочек мы сейчас в чате будем. Да, я хотела бы поблагодарить. Пожалуйста, Оксана, да, ваше слово. Спасибо большое, что прослушали нас. Надеемся, мы ответили на большинство ваших вопросов. Если у вас какие-либо, и я уверена, возникнут вопросы дополнительные, обязательно обращайтесь к нам. Я надеюсь, вам понравился Кипр со всеми его возможностями. Хотела также добавить, что в следующем году наша компания непосредственно, Доминик как групп, будет отмечать 60-летний юбилей. И мы надеемся, что уже к следующему году мы сможем вас увидеть на Кипре и с нашей командой юристов и профессионалов помочь вам и в выборе недвижимости, и просто гостеприимно принять вас и показать вам наш остров. И, естественно, у нас будут, опять же, специальные предложения и новые возможности. 60 лет, наверное, 60% скидки. Слабо? Возможно. Ну, я думаю, что да, это вы сейчас так говорите, а потом нет, потом будет 20. Но 20, на самом деле, тоже хорошо. Ну что ж, спасибо большое, Оксана, спасибо большое, дорогие друзья. Запись вебинара в ближайшие дни на YouTube-канале Прианру. Отчеты о мероприятии вместе со статьей опубликуем в ближайшие дни. Оксана Котляр, эксперт компании Доминика Групп и Филипп Березин, Прианру, недвижимость за рубежом. Спасибо вам и до скорых встреч и на Прианру, и на Кипре вместе с компанией Доминика Групп. Спасибо большое.